Тема конкурса «Отдых в кругу друзей». Но так вышло, что нашему другу из высшей лиги совсем не понравился сценарий, который мы придумали. Прикольно, прикольно. Чё, давайте репетировать? Ваня, тебе сценарий не понравился? Не, 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 сценарий прям смешной, смешной. Клянусь, его хоть час можно в высшей лиге показать. Точно? Давайте репетируем. Добро пожаловать в мою волшебную лавку пародий. Приходи ко мне, красивый и уродивый. Что ты сидишь, дружочек, примерь-ка новый образочек. Ребята, я извиняюсь, вам не кажется, что ваш сценарий, он буквально чуть-чуть отвратительный очень сильно. Давайте я... Давайте я Сан Санычу позвоню, скажу, но нет контакта, понимаете? Вот такое бывает в жизни. Алло, Саш, привет, ты? Да узнал я, что я своего сына не узнаю. А, и вы меня узнали, Сан Саныч, да? Да нет, нет, Сан Саныч, не надо, не надо. Саныч, не надо, я осознал. Осознал, Сан Саныч, не надо. Сан Саныч, не надо. Сан Саныч, пожалуйста, не... Дальше, Сан Саныч, Ванька Галкин. Да, здрасте. Капец, и что нам теперь делать, а? Что ж ты, путник, пригорюнился с дорожки? Вань, Александр Васильевич тебе что-то сказал? Не. Не, ну, фу, видимо, действительно, когда человек так волнуется за свое собственное дело, он может тебе на полном серьезе засунуть табличку. Давайте к сценарии. А я думаю, может, дело не в сценарии, может, дело в КВН-щике, да? Лучше, там вообще чемпион высшей лиги Максим Киселев достался. Фераси, у вас запросы. Как у школьника в Яндексе. Между прочим, чемпион высшей лиги на дороге не валяется. Я дико извиняюсь. Недавно был на дне города Смоленска, я видел там обратную картину. О, слушайте, у нас есть что-то общее, да? Давайте, друзья, объединим наши усилия и возьмем все самое лучшее от всех известных команд КВН. Давайте. Вашему вниманию представляется выступление в исполнении. Победители конкурса старых шуток «Потому что Гладиолус 2003». А также «Харизматичные естественные ребята». Сокращенно «Харизм ест реп». «Горизонт». Смотрим. Аркаша, мне кажется, я потерял два каламбура. Дима, а почему ты нам это говоришь? Потому что у меня есть рот. О, один нашел. Пойду искать второй. Носок? Спасибо, Аркаша. Привет, 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 привет. Интересно в елкой палке. Че, Гориш, парчишка, почему я тебе решил пародировать? Рассказать, 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 рассказать. Потому что я этот, как его, каратист, уголь каратист, пародист. Дорогие друзья, согласитесь, очень часто в Днепропетровске, очень, очень часто в Днепропетровске мы любим шутить про семейные ценности. Итак, случай в Днепропетровской семье. Бабушка, забери меня, пожалуйста. Бабушка, забери меня. Так, Игорь, ты опять набился? Бабушка, забери меня. А к этой игре команда «Горизонт» подготовилась во все оружия. Бабушка, забери меня. Бабушка, забери меня. Бабушка, забери меня. Чего, Женечка, да? После этого стал ненавидеть попсу еще больше. Долбаный Сан-Франциско. Лас-Вегас. Да мне больно. Для вас выступали Иван Абрамов и команда КВН «Горизонт». Иван Абрамов похожий на всех, и «Горизонт» не похожий ни на кого. Спасибо, друзья! Помощь друга особенно важна в дороге. Это хорошо, хорошо. Ну что, парни, зачекинились. Поехали. Погнали. Здорово, мопедики. Дорог в фестивале не добросите, тут недалеко. А то у меня Харлей щепки, я под фуру летел. С вами-то все нормально. А что со мной будет? Я ж крещеный. Но у нас только одно место. Шуруй домой. Сан-Франциско. Слушайте, у вас что-нибудь пожрать есть? Но у нас только курочка-сосисочка. Курочка-сосисочка. Вы байкеры. Сосиса! Я здесь. Шуруй домой сказал. Ладно, давайте знакомиться, я Кастет. Влад Лен. Светозар. Майк. Значит, ты будешь укроп. Это почему? Потому что у тебя укроп вот здесь вот. Ты будешь краб. О, круто, краб. Не, не подходит. Ты будешь удот. А что сразу удот? Вот точно, удот будешь, да. А я? Да ты же сказал, Светозар. Правильно сказал, да. Слушайте, а у вас вообще классные татуировки. А мне папа не разрешает. То есть вот это папа разрешает, вот это разрешает, а татуировки нет. Да, не разрешает. Ладно. Ладно, поехали, я за рулем. Давай, ты за рулем. Давай, я за рулем. Ну чё? Погнали! Вы чем вообще занимаетесь? А я фотограф, он повар. Я готовлю, он фоткает. Ладно. А, извините, а что это у вас здесь за татуировка? Люба, брат. А это я хотел набить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Но во время одумался. Котелок-то варит. Ха-ха-ха, Люба, брат. Слушайте, давайте вот здесь около остановочки остановимся. Вам зачекинется? Да, зачекинется, да, я быстро. Ребят, слушайте, он какой-то странный. Лёш, с чего ты взял? Он какой-то сладкий. В смысле? Ну, вам не кажется, что он относится к нам, как будто мы не мужчины? Слышь, девчонки? Да. Ладно, парни, поехали. Да, мамулечка? Да, конечно, прям сейчас. А можно я вас сфоткаю? Вон, кошку дохлую сфоткай. Зачем? Ну, ты же фотографируешь то, что будешь есть. Слышите, парни, приехали, походу? Да, да, да. Я не понял, что за фигня? Это фестиваль электронной музыки, мы его весь год ждали. Подождите, здесь всегда был фестиваль рок-музыки. Вон и наши все. Ласты, Кисель, Писарь, Никиша, Джеки Чан. Ну, они постоянно здесь сидят. Слушайте, если вам не нравится, вы извините, что мы вас сюда привезли. Вы просто с парнями хотели вам помочь. Искренне, от души, от всего сердца. А блин, Вакенгра. Заткнись. Вообще-то, я удот. Все, закрепили удот. Ладно, парни, на самом деле, я очень рад, что здесь снова оказался. Я встретил старых друзей и обрел новых. Лас-Вегас, спасибо. Еще раз добрый вечер, друзья. По старой дагестанской традиции, прежде чем сыграть свадьбу, надо обязательно украсть невесту. Вот, Шамиль, мы украли для тебя невесту. Вот это я удачно попала. Вот это поляна. А ну, малой, дай пакет. Шамиль, это твоя невеста? Так, вы кого мне привезли? Где моя Леночка? Женщина, вы кто? У меня много имен. Но ты можешь называть меня просто. Мама. Моя дорогая, простите меня и не наносите мне увечий. Ну, че встали? Я мама Лены. Вот, решила лично посмотреть, за кого моя дочечка замуж выходит. Значит, ты жених, да? Ну да. А давайте сядем за стол. А давайте, а то как-то не по-христиански. Вообще-то, я не пью. Но сегодня, видимо, начну. Ну, ребят, давайте. Не, 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 мы не пьем. Если мы выпьем, у нас потом будет болеть печень. А если вы не выпьете, у вас будет час болеть печень. Так, что это такое? Стих. Какой еще стих? Стих это глагол. Стих и сел на место. Ничего, ничего. Сделаем мы из себя человека. Даже обезьяне, когда палку дали в руки, она стала человеком. А ну, на, держи. Сейчас, 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 ребят, подождем. Сейчас. Вот чем больше я на тебя смотрю, тем меньше верю в эту гипотезу. Извините, а вы надолго у нас? Чем вообще планируете в Махачкале заниматься? Да буду свининой на рынке торговать. Знаете, что, такой бизнес у нас не пройдет. Я тебе умоляю, сигареты сначала в спортивной школе тоже не пошли, а потом дети втянулись как по маслу. Ты мне лучше сына скажи. Любишь мою дочу? Очень люблю. Доча вся в меня. Раньше помещалась. А сколько детей планируете? Ну, вы знаете, это, наверное, как бог даст. А сам че, не сможешь? Ну, хотелось бы просто, чтоб вот сам, без посторонней помощи. Вау, Шамиль, сынок, это и есть твоя Лена? О, знакомьтесь, это мои родители, а это мама Лены, кстати. А? Мама, папа? Вообще-то наоборот. Ничего, привыкнут. Ну что, давайте обсудим торжество. Значит, свадьбу сыграем в Махачкале, а не в Москве, как вы планировали. Это еще почему? У вас в Махачкале дагестанцев меньше. Ну, а потом, после ЗАГСа, сразу поедем в ресторан. Погодите, сначала же нужно невесту украсть, ну. Ой, нельзя начинать семейную жизнь с воровства. Воровать это грех. Между прочим, воровство это наш обычай. И, видимо, это у вас и на федеральном уровне так, да? Так, что по поводу подарков? Вот вы, кстати, что дарить будете? В общем, мы ему дарим дом, машину, участок возле моря и ресторан в центре Махачкалы. Ну и хорошо, что совпадений не будет. А мы, значит, смело подарим вам постельное белье. Так, женщина, а вам не кажется, что вы слишком много на себя берете? А? Приехали в чужой город, порядки здесь наводите, командуете. Что, не нравится? А вы, когда приезжаете в чужой город и свои порядки наводите, а? А если я на центральной площади в Махачкале костер разожгу, кокошник одену и прыгать начну через него? На гуслях играть и частушки петь, а? Что это такое? Что это за лиз... Что вы не нашли в этой лизвинке, а? А ну поставь мне! Что это за мелодия, а? Что это за движение? Что это? Что это? Ну хотя бы так. Вот так бы вы русский народный танцевали, а? Эх! Я ищу! Сorb flatsful металли, а? да! Мне musica бахну back с cafемой. Какие свои трудолицы начинают эти колечки? Что это за двадцатый танцевали? Что это за правилой 我ZA за choice? Чужойiled у Fuß View! Дорогие друзья, несравненная Ольга Картункова и команда КВН «Сборная Дагестана» для вас с любовью! Представьте, в Чебоксарах сняли мэра и назначили нового мэра из Москвы, итак, в администрации Так, все готовы? Хлеб, соль, ага Едет, едет Заткнись. Соль для ванны. Ладно. Хорошо. Какой бюджет от этого вашего захолустья? Пять миллиардов рублей. Что? Пять миллиардов? Молчали скумбрии. Ну, и как называется ваше село? Чебоксары. Это очень здорово. Кто придумал? Ты? Нет? Вот он, он самый модный. Ты в тренде юбка в пол. Виталий Евгеньевич, подпишите. Во. А я смотрю, ты винтаж. Вы тут все в тренде договорились, да? Вы так отвратительно выглядите, вы точно мэр? А вы такая страшная, вы точно женщина? Хам. Страшная женщина. Хам. Страшная женщина. Хам. Стена. А вообще, который час, а? Три часа дня. Ё-моё, думаю, что он так рубит вообще? Так, пиши указ. Я. Пошёл. Пипи. Может покрестим его? Указ. По городу я буду передвигаться на розовой Волге с коралловым салоном с гудком. Э-э-э-э. И есть я буду только очень ягодные смузи. Потом заказываем тройной лимбургер с техпизонным шоколадным обёртыванием. И уже ближе к вечеру надо как-то решить проблемы с расстелением офицеров. АПЛОДИСМЕНТЫ И субсидии многодетным матерям. Секундочку. Секундочку. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий указ. АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, у вас есть вообще нормальная рабочая программа мэра? И ровно в 9 вечера в клубе «Космос» начнёт её презентация. Приходи, ты, и ты, и ты, и ты, Юленька, приходи. Что вы вообще можете сделать для нашего города? А я вам, милочка, не Фёдор Гнязин, чтобы на какие-то серьёзные вопросы отвечать, понимаете? Знаю только лишь одно, что именно с этой песни начнётся день города Чебоксары. Игорь Негода Так, что здесь происходит? А вы кто? Мэр из Москвы? Ну всё, бай-бай, я в Сызране. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Там сам же есть такой город? А я думала, это сыр, извините. Пока, да, чё-чё-чё. А у нас, 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 как всегда. И её нужность не нужна, и уходит от меня, и уходит от меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, представьте, один день из жизни Костромского отделения полиции. Сокращённо, КОП. АПЛОДИСМЕНТЫ Скукота, давай телек пазыкаем. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой-лю-ли, ой-лю-ли, Костромские новости. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня с официальным визитом в Костроме Дмитрий Анатольевич Медведев. Он посетит Костромскую думу, мэрию, администрацию, а также Костромской цирк. Прикинь, все наши цирки за один день решил посетить. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. А чё стучаться? Не надо было вам, конечно же, вы не посучали. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как работа? Как раскрываемость? Дорогой ты в нашей душе, Дмитрий Анатольевич, у нас в Костроме количество раскрытых преступлений превышает количество совершенных. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, то есть наоборот, ну, то есть на здря в ноздрю идем. Ну, в общем, там все тютя в тютю. Дмитрий Анатольевич, присаживайтесь, может кофе? С удовольствием. Лерочка, сделай, пожалуйста, три кофе. Вам как обычно? Два как обычно, один кофе. АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово, мужики! Кулись, упырь! АПЛОДИСМЕНТЫ Михалыч, ручку и листок. Тебе зачем? Заявление по-по-собственному буду писать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да я понимаю, ребят, издержки профессии. Ты пиши, пиши. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу узнать, как вы работаете? Может быть, у вас есть какие-то интересные дела? О, ну, есть, да. Вот, например, одно. Это дело по нашему костромскому чиновнику. Я так понимаю, глухарь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НОСТАЛЖИМ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не держите меня! Дело срочное! Так! Вы здесь главный! НОСТАЛЖИМ АПЛОДИСМЕНТЫ Хватит глазу под музыку закатывать! Сегодня в Кострому уважаемый человек приезжает, премьер-министр! Вот, вас как зовут? Дмитрий Анатольевич. Слышь, Анатольевич, вот по глазам вижу, мент-то ты хороший. Так скажи мне, доколе будет продолжаться, что когда начальство в провинцию приезжает, так сразу дороги ремонтируются, рожь начинает голоситься, да бабы рожать начинают. А ведь действительно так, прям как в детстве. Ты начинаешь делать хорошо только тогда, когда за тобой мамка следит. Друзья, давайте взрослеть. Дмитрий Анатольевич, ну, раз уж вы сейчас стоите с нами на этой сцене, айда, новый ролик на Ютуб. Кострому не изменишь, давайте. Дорогие друзья, дай вам Бог здоровья. Дорогие друзья, дай вам Бог здоровья. Польский ветер! Польский ветер! Польский ветер! Польский ветер! Какой бы стране ни оказались наши болельщики, история заканчивается всегда в одном и том же месте. Итак, Евро 2012, польское КПЗ. Польский ветер! Вы понимаете, что вы находитесь в чужой стране. Ну нужно вести себя, ну не знаю, ну капельку скромнее. Ай ты Россия, ой матушка Россия, е-е-е-е, ой да! Так, что вы делаете? Щуку чищу. Какую щуку? Вы понимаете, что на вас масса правонарушений. Зачем в матче с Хорватией вы выбежали на поле голым? Ну чтоб жена по телевизору увидела, что я нормально добрался. Допустим, допустим. А в матче с Чехией вы пытались пронести на стадион петарду. В смысле пытался? Я пронес. Даже это ладно. В матче с Германией вы взяли бутылку самогонки, запихнули туда носок, подожгли и бросили на поле. Ну это у меня на генетическом уровне, не могу я смотреть, когда немцы в атаку идут. Аплодисменты. 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 О, гость. Здесь был... Что вы делаете? Чекинись. Аплодисменты. Вы позорите свою страну. Участники проекта каникулы в Мексике позорят страну. Аплодисменты. А я за наших поболеть приехал. Короче, дукалис. Я полицейский. Хорошо, маховник. Давай так, я даю тебе бабло, а ты меня отпускаешь. В смысле? Ну ты тупой. Ты бы у нас перетестацию в жизни б не прошел. Так, все, сядьте рядом с фанатом из Германии. Ха, прям анекдот один в один. Встретились как-то русские полях и немец. Слушай, а есть два металлических шара? Очень смешно. Леха, дружара, ты как? Я нормально. Что с вашим другом? Ну это он просто шесть бутылок винища за три минуты выдал. Ну, пытался побить рекорд. Какой рекорд? Свой утренний. АПЛОДИСМЕНТЫ Там русские гол забили. Ага, видал? Нас тут таких 50 тысяч приехало. И что? Да, последний раз, когда в Польшу русских 50 тысяч приехало, мы Берлин взяли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поэтому давай отворяем, мы с Лехой пойдем смотреть, как там наши всех рвут. Да ваши выиграют только если конец света наступит. Вот. А по древнему календарю мая В этом году Акура Даров наконец света наступит. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому давайте, православные, покажите на чемпионате. АПЛОДИСМЕНТЫ Леша, ну честное слово, можно ж было водички попить, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная Евразийского института РостГМУ. Здравствуйте еще раз. Мы команда, у которой я каждый раз сегодня, слава богу, но сейчас единственный момент, когда все хорошо. Немного непривычно, что я вначале вышел и ничего не говорю. АПЛОДИСМЕНТЫ Не знаешь, в чем дело, брат? Вообще-то я здесь главный, а ты стоишь и молчишь, договорились? А ты что, здесь самый умный? Ну официальной номинации в КВН еще не было, но по неофициальной статистике, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Так я не понял, что здесь началось? Вы вообще, кто такие? Мы команда, выводим людей из зала и от этого смешно. Людей из зала? Да кому ты рассказываешь? Все понимают, что это подстава. Ну хорошо, сейчас я спущусь, вы меня вытащите, посмотрим, что у вас из этого получится. Интересненько-го. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, это плохая идея. Ты что очканул? АПЛОДИСМЕНТЫ Ты что такое говоришь на Первом канале? Ну а что, КВН все смотрят, люди разные. Ты что, не думал, что зрители зала могут тебе такое сказать? Ладно, ты сам напросился. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, как тебя зовут? Коля. А фамилия? Архипенко. Ну фамилия нормальная. АПЛОДИСМЕНТЫ А, я понял, типа имя мое ненормальное, да? Друзья, давайте поаплодируем, это же смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас еще смешнее будет. Пойдем на сцену, давайте поаплодируем. У вас стремается, скорее всего. АПЛОДИСМЕНТЫ Жутко стремаюсь. Так непривычно все на меня смотрят. Ой, извините. А вы меня еще и двигаете, да? Давай не поясничай. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай не поясничай, просто на вопросы отвечай. Ну давай, импровизатор, удиви меня. Кем работаешь? Начальник молдавского ФСБ. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты же с Краснодара, почему молдавского? А мы в Молдавии базируемся. АПЛОДИСМЕНТЫ Все тупик. АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, ты простой зритель. Я тебе буду сейчас быстро задавать вопросы, ты на них можешь отвечать только да или нет. Понял? Нет. Что ты не понял? Да. Да что такое? АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, давай сыграем по моим правилам. Ты можешь отвечать только краб или устрица. Кто твой отец? Краб. А мать? С кем я общаюсь вообще? АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно, не хочешь играть в игры, мы вообще-то номер подготовили. Будет ограбление в банке. Ты стоишь здесь, сам поймешь, что нужно делать. Все облежать, это ограбление. О, Господи, это ограбление банка, что мне делать? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что ты делаешь? А ты что, думаешь, зритель не может испугаться и убежать? АПЛОДИСМЕНТЫ Первое, убери пистолет. АПЛОДИСМЕНТЫ Убрал. Второе, сними штаны. АПЛОДИСМЕНТЫ В смысле? АПЛОДИСМЕНТЫ Могу и собираюсь. Короче, есть один способ, как его выманить. АПЛОДИСМЕНТЫ А я тебя недооценивал. Нужно избавляться от этой привычки выходить под эту музыку. В чем проблема? Проблема в том, что вы меня используете, как дерево. А завтра в интернете ей напишут, «Некакущий Архибенко тянул вниз Евразов-красавчиков». И вообще, КВН уже не тот, было смешно, но не более. Внизу подпись «ИМХО». И что? Я не хочу, чтобы какое-то «ИМХО» писало про меня это в интернете. Может, все-таки будешь нашим другом и поможешь нам? Хорошо, я согласен. Короче, ты умеешь давить на жалость. Вот гитара, держи, действуй. Что ты делаешь? А вам что, вы не жалко? АПЛОДИСМЕНТЫ Ставьте пять человеку больно. Может, его ножом? Вы что, бесчувственные, что ли, аж? Я забыл, что там дальше по тексту. Ты говоришь, что мы бездарь. А, да, вы бездарь. Вы даже двух предложений запомнить не можете. АПЛОДИСМЕНТЫ Коля горит финальные слова. Что? Ой, блин, а то, что было в скобочках, выучил. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы точно знаем, что у нас все будет хорошо. Несмотря на то, понравилось вам наше выступление или нет, мы считаем, что мы лучшие. И если кто-нибудь из вас после этих наших слов подумает, что мы пафосные уроды, честь вам и хвала. АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная Евразийского института РостГМУ. Нас трудно победить, потому что с нами зрители. И он уже поклонился, идет за кулисы. Ну, весело получилось. Да, было смешно, но не более. АПЛОДИСМЕНТЫ